Саровчанка В доме книги пройдет презентация нового справочника Валентина Степашкина. Флэшмоб и фотоконкурс «Наш город» отмечает День отца. Далее расскажем обо всем подробно. Забота об окружающей среде или борьба с нехваткой парковочных мест. На улице Павлика Морозова появилась новая автомобильная стоянка. Правда, организовали ее не на асфальтированной территории, как это принято, а на обычном газоне. Появление такой парковки вызвало множество вопросов, с которыми жители близлежащих домов обратились в нашу рубрику «Городской дозор». Мало зелени и мало парковок – это две проблемы современных городов. Одни жители радеют за экологию родного города и считают, что всегда можно найти место, где оставить свой автомобиль. И перспектива уничтоженного под колесами машин зеленого клочка земли их не устраивает. Детишкам погулять негде и растительности никакой нет. Не очень хорошо. С детками хочется пройтись, погуляться, чтобы зелень была. Очень плохо. Не всегда это правило. Я понимаю, что зелень – это хорошо. Так что, наверное, я за газон. Другие не придают значения таким нарушениям, занимая позицию «все так делают». Пустующий участок земли по улице Павлика Морозова между торговым центром «Апельсин» и пенсионным фондом стал стихийной автопарковкой. Сюда ставят машины сотрудники, посетители торгового центра и жители близлежащих домов. Это стихийно у нас в городе. Машины стоят и зимой, и летом, и на газоне, и на тротуаре. И этому никому дела нет. Для жителей ближайшего дома, наверное, это не очень хорошо. Для автолюбителей – хорошо. Каждый свои интересы рассматривает. А куда им деваться-то? Машины откуда деваться? Наверное, людям тоже по идее деваться-то некуда. На вышепарковке? Нет. Ну, это, конечно, не выход, согласно с этим. Уровень культуры устранил как бы низкий, поэтому что же делать. А власти не могут добиться элементарного порядка. Руководители торгового центра пояснили, что земельный участок находится в долгосрочной аренде, и на нем предполагается возведение научно-исследовательского центра. Так что газона все равно на этом месте не останется. Администрация же, в свою очередь, утверждает, этот участок имеет статус незакрепленной городской территории, и парковка на нем незаконна, так как это нарушение правил благоустройства. Чиновники призывают фиксировать на фото авто, оставленное на газоне, и отправлять изображение в ДГХ через специальную форму для обращений на официальном сайте администрации. Елена Грецкого, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Улица и имя героя. С такой инициативой выступила ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Михайловна Курбакова. Девочка, она прошла через все ужасы того страшного времени, была свидетелем бомбежек и смертей. А после войны по разнарядке была направлена воинскую часть в Саров, тогда еще Шатке-1. Зинаида Михайловна написала несколько книг, посвященных героям, жившим и работавшим на Саровской земле. И все свои силы кладет на то, чтобы их имена и подвиги не были забыты. Сабир Ахтямович Ахтямов, герой Советского Союза, прослужил в Сарове более 20 лет, и Зинаида Михайловна уверена, он достоин того, чтобы его именем назвали одну из городских улиц. Зинаида Михайловна показывает фотографии и рассказывает, как познакомилась с героем Советского Союза Сабиром Ахтямовичем Ахтямовым. В воинскую часть на станцию Шатке-1 в 1951 году они приехали вместе. Попали в спецкомендатуру по охране особо важных объектов. Жить и служить тогда приходилось практически в полевых условиях. Расселили всех в бараках, без привилегий. Обстановка железная койка, тумбочка, больше ничего. Не было для героя льгот. Эталон чести и порядочности, так говорит Зинаида Михайловна про Сабира Ахтямова. В городе его знали и любили. Со всеми вопросами и проблемами сразу шли к нему. И он всегда старался помочь. Герой Советского Союза часто общался со школьниками, рассказывая о подвиге великого народа. В каждой школе побывал. Проводил военно-патриотическую работу. Его так любили. А во втором лице, тогда школа была, был отряд имени Ахтямова. Так он там посещал их, он там их оборудовал, помогал, все рассказывал. Сам Сабир Ахтямов в составе мотострелковой бригады прошел фронтовой путь от Смоленска до Кёнигсберга. Участвовал в освобождении Белоруссии и Республик Прибалтики. В боях за Восточную Пруссию. На войну ушел 16-летним подростком. И когда они получили похоронку, что отец, кузнец, убила его под Смоленском, он тогда оставался кузнецом за отца, он сказал, я пойду мстить за отца. И отомстил. При взятии Немерсдорфа он вместе с боевым товарищем Луковкиным уничтожил огневую точку, что позволило советской армии одержать победу в битве за этот населенный пункт и продвинуться вглубь вражеской территории. За этот подвиг Сабир Ахтямович и получил звание Героя. Его грудь украсили также ордена Красного Знамени и Красной Звезды и орден Отечества Первой Степени. Сарове Сабир Ахтямов прослужил более 20 лет и уехал отсюда в 1972 году. Впервые с инициативой о наименовании одной из улиц города его именем Зинаида Михайловна выступила в 2005 году. Но тогда Сабир Ахтямович был жив и по закону назвать его именем какой-либо объект было нельзя. После его смерти в 2014 году женщина вновь подняла эту тему. Сейчас вопрос находится на рассмотрении в комиссии по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта. И Зинаида Михайловна верит, что ее инициатива будет поддержана. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Лисы, обнаруженные в черте города, могут быть переносчиками бешенства. Об этом напоминает Департамент городского хозяйства. Сарове трупы животных были найдены в районе Маслихинского моста и профилактория в НИЭФ. В случае обнаружения лис на территории города горожанам следует обратиться в ветеринарное управление. Настоятельно не рекомендуется приближаться к животным, подпускать к ним домашних питомцев или организовывать места прикорма. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 22 июня в День памяти и скорби около Вечного огня состоится памятный митинг. В нем примут участие представители общественных организаций и объединений, советы ветеранов и органов местного самоуправления. Митинг начнется в 14 часов. Присоединиться к акции памяти приглашают всех саровчан. Юных саровчан приглашают провести досуг на свежем воздухе. Напомним, с начала лета в нашем городе реализуется областной проект «Дворовая практика». Под эгидой Центра внешкольной работы в Сарове открылись игровые площадки, куда может прийти любой ребенок в возрасте от 7 лет и старше, вне зависимости от того, ходит он в клуб по месту жительства или нет. Проект «Дворовая практика» работает по будням с 16 до 20. Вместе с ребятами на площадках постоянно находятся сотрудники Центра внешкольной работы. Посмотреть, где расположены игровые площадки, можно на сайте srov24.ru. На юге Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников. В региональном управлении МЧС настоятельно просит граждан соблюдать элементарные правила безопасности. Не сжигать мусор на садовых и дачных участках. Не оставлять в лесу промысленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами оптиручный материал, а также стекло. Саров Атада Ян. 20 июня в 6 часов вечера в Доме книги на площади Ленина пройдет презентация новой книги известного городского писателя Валентина Степашкина. Издание представляет собой топонимический справочник, который вобрал в себя очерки об истории наименовании объектов города и его окрестностей. В рамках презентации любой желающий сможет пообщаться с автором, а также приобрести книгу из первого ограниченного тиража. Взяв в руки новую книгу Валентина Степашкина «Саров Атада Я», читатель может совершить увлекательную экскурсию по интересным местам города. Но от обычного путеводителя новое издание отличает то, что в нём рассказано о топонимах, которые больше десятка лет назад исчезли с карты нашего города. Однако ушедшие в историю обозначения до сих пор остаются специфическими ориентирами для саровчан. Мы вот через название улиц, каких-то объектов узнаём историю становления нашего города. Сегодня далеко не каждый саровчанин вспомнит, где раньше находилась улица Сталина или Островского. Книга Валентина Степашкина создана специально для того, чтобы история нашего уникального города не забывалась, а подрастающие поколения знали как можно больше о происхождении тех или иных названий. Эти названия, которые порой уходят уже в небытие, они всё-таки должны жить. И мы будем стараться, чтобы эта история не уходила и передавалась из поколения в поколение. Годы работы с архивными документами, встречи со сторожилами города, собственные наблюдения и заметки. Для того, чтобы обнаружить и соотнести исторические факты, авторам была проделана огромная работа, результаты которой публиковались в специальной рубрике одной из городских газет. И сегодня появилась возможность собрать все исследовательские наработки в полноценное литературное издание. «История нашего города, она просто необъятна. И мы знаем, что до недавних пор история города была закрыта. И многое ушло в небытие, спрятано ещё до сих пор в секретных архивах. Но будем надеяться, что они будут открываться, и мы будем пополнять эту книгу новыми данными». Презентация книги Валентина Степашкина «Саров от Адая» пройдёт 20 июня в Доме книги. Начало в 6 часов вечера. В рамках презентации все желающие смогут узнать интересные факты о создании справочника и приобрести книгу из первого тиража издания. Выпуск второго намечен на конец 2018 года. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24». У воспитанников лагеря с дневным пребыванием Центра социальной помощи семье и детям нет ни минуты свободного времени. Обычный день ребят насыщен событиями – спортивные соревнования, занятия по плаванию, досуговые мероприятия и многое другое. Не забывают школьники и о социально значимых делах. Воспитанники Тёплого дома подготовили для жителей города акцию «Счастье быть отцом». К акции «Счастье быть отцом» воспитанники Тёплого дома готовились тщательно. Ребята нарисовали красочные плакаты, подобрали вопросы, нашли подходящую музыку и придумали специальные лозунги. Папа – это радость и насчета мира. Акция «Счастье быть отцом» областная. В ней принимают участие воспитанники образовательных учреждений совместно со своими педагогами. Каждый из организаторов акции уверен, что День Папы – это особенный праздник. Он подчеркивает важнейшую роль отца в воспитании ребёнка. Вышли на улицу, чтобы привлечь внимание горожан, общественности к важнейшей роли мужчины в обществе, отца, в семье. То есть мы берём интервью у мужчин, вручаем их нагрудные знаки «Счастье быть отцом» и также раздаём буклеты. Многие папы нашего города охотно принимали участие в акции и с удовольствием отвечали на вопросы ребят. Некоторые даже поделились рассказами о своих семьях, детях и внуках. А кто-то узнал об этом празднике впервые. Не знал, что есть такой День Отца. Знал, что есть День Матушки, День Матери и так далее. День Детей есть, но чтобы День Отца – это для меня что-то новое, приятное и так далее. Сегодня будет дома, конечно же, День Отца. Очень приятно, конечно. Такой праздник вроде не очень популярный, но дети вспомнили о нём. Я это и знал, потому что сам четыре детей вырастил. Сейчас у четыре внучки растут. Папа – это супергерой, который придёт на помощь в любую минуту. Волшебник, готовый подарить хорошее настроение даже в самый грустный день. Именно поэтому так важно говорить своим папам тёплые и приятные слова не только по праздникам, а дарить им своё внимание каждый день. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. СОРО-24. В Сарове стартовал фотоконкурс «Радость отцовства», принять участие в котором могут все папы нашего города. Победитель будет определяться в нескольких номинациях. Первая встреча – папина сказка «Мастери вместе с папой». Фотографии принимаются в оргкомитет до 25 июня. Итоги конкурса подведут в рамках праздничного вечера, посвящённого Дню Семьи, Любви и Верности. Первый летний месяц в молодёжном центре посвящён папам. В июне традиционно Департамент по делам молодёжи и спорта проводит творческий конкурс «Радость отцовства». В этом году организаторы предлагают показать трогательные моменты общения папы и ребёнка в нескольких номинациях, одна из которых называется «Папина сказка». Вот в этой номинации мы хотели бы, чтобы папы показали приобщение ребёнка к литературе, я не знаю, к сказкам, к театру и так далее. То есть где есть действия обязательно папы и ребёнка. Любой конкурс предъявляет определённые требования к творческой работе – качество, размер. Но гораздо важнее то, что запечатлено на снимке. Самый главный критерий, чтобы фотографии были живыми, чтобы там были активными участниками как папы, так и дети. Постоянный участник фотоконкурса Дмитрий Ульяхин советует не заморачиваться на профессионального фотографа и студию. В первую очередь на фото интересны искренние эмоции, удачно пойманный момент в обычной жизни. «Мы стараемся присылать действительно жизненные фото, которые происходят у нас в семье. Там не обработанные, а именно вот получилась красивая фотография хорошая, вот мы её и присылаем на конкурс». Работа принимается до 25 июня. А с 27 июня по 3 июля будет запущено интернет-голосование за приз зрительских симпатий. В социальные сети ВКонтакте, в группе молодёжного центра. О награждении победителей приурочено к празднику семьи, любви и верности и пройдёт 6 июля. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова